Алиса Саенко, основатель агентства маркетинговых коммуникаций, пиар и всех людей. Добрый день. Я рада, что все мы здесь сегодня собрались. И я буду рассказывать вам про то, что я знаю про Инстаграм. Очень много знакомых вид. Привет, привет. Нет, папочка офисей. Оп, Инстаграм for local business. Что такое Инстаграм? И кто его главная аудитория? Это абсолютно женская социальная сеть. К сожалению, по опыту и потому, что я наблюдаю, как работают наши рекламные агентства, они равняют две социальные сети. Фейсбук и Инстаграм. Это неправильно. Инстаграм работает и говорит другим языком. Можно первый слайд, пожалуйста. Чтобы не быть голословной, я буду анализировать примеры нашего украинского рынка. Первый, о ком я хочу поговорить, это Goodvine. Маленький Инстаграм с маленьким количеством подписчиков. Следующий слайд, пожалуйста. В чем проблема этих фотографий, которые мы видим? Ну, ваши варианты, любые. Не аппетитные. Следующий слайд. Первое, что убивает ваш Инстаграм язык, это желтый свет на фотографиях. Любое естественное, неестественное освещение портит вам все. Следующий. А, например, Whole Foods. Whole Foods это сеть, которая, в принципе, аналог, точнее, наоборот, Goodvine аналог Whole Foods в нашей стране. Что делают они? Пожалуйста, следующий слайд. Они предлагают конкретные фотографии с конкретными решениями и цветовыми сочетаниями. Потому что фото это язык Инстаграма. И если мы говорим об адаптации контента того, который мы имеем в Финбуке, мы должны его перевести на язык фотографии. Следующий. Цель. Мы должны понимать, для чего мы ведем наш Инстаграм. Если мы проанализируем приведенный мной пример Goodvine. В нем 141 пост. Как вы думаете, чем занимается и что продает Goodvine? Что продает Goodvine? Вино. Вино. Как вы думаете, сколько постов про вино из 141? 24. Это 17%. 17% контента с наибольшего ритейлера вина, который позиционирует себя как эксперт в этой области. Всего 17% посвящает продвижению самого продукта. Поэтому прежде, чем вы заведете под свой бизнес Инстаграм, вы должны понимать цель. Для чего вы это делаете? Цели бывают разные. И они должны быть измеримыми. Кроме главной, которой работают все наши пиар и маркетинг средства, это увеличение продаж, мы должны понимать, к чему мы можем прийти. Например, увеличение узнаваемости бренда, информативность, повышение престижа бренда. Все эти цели, которые вы закладываете в свою стратегию, с которой будете в дальнейшем работать. Можно следующий слайд? Я сейчас привожу примеры успешных и неуспешных моментов работы с Инстаграм. Перед вами наш один из фикновсклубов города, который плюс-минус успешно хочет работать с Инстаграмом. Следующий. Первое, что мы должны помнить. Макеты, которые мы разрабатываем для Фейсбук, не работают в Инстаграм. Инстаграм — это сеть живых фотографий. Вы можете отлично отснять в студии или не в студии, как здесь есть пример. Ваша фотография. Потом вы накладываете супер-классный, ваш отработанный уже шрифт. Вы все подгоняете под ваш брендбук. В результате вы получаете макет, который не интересен пользователю. Как показывает практика, съемка туфель, которая, например, если мы говорим о сегменте фэшн-ритейл, вы получили от бренда на 48% менее эффективно, чем те же туфли, сфотографированные просто на ногах. А зачем люди идут в Инстаграм? Здесь есть всего три главных момента. За вдохновением, за мотивацией и за побуждением, которое должно стать побуждением совершить покупку. Следующий. Для того, чтобы работать с фотографиями, нужно развивать... И то, чтобы писать на Фейсбуке, вы знаете, нужно развивать речь, нужно читать книжки, нужно брать вокруг вас примеры ярких постов, красивого слога. Для того, чтобы работать с Инстаграм, нужно смотреть фотографии. Вы просто берете себе за правило просматривать 100 фотографий в день. И здесь я рекомендую один из моих любимых сайтов, который объединяет в себе все лайфстайл фото. The Covector. Выше видно ссылкам, я не знаю, можно ли увеличить, наверное, нет. Но мы опубликуем ее позже. В материалах конференции, наверное. Вы просто берете себе за правило просматривать фотографии и складывать их по папочкам с идеями. Если вы ведете несколько аккаунтов, например, в агентство, вы продаете несколько продуктов. У каждого из вас должны быть референсы того, что вы хотите видеть в своих аккаунтах. Эти референсы строятся на тех фотографиях, которые вы уже сохранили. Следующий слайд. Правило, я не называю, рояль в кустах. Это правило удачной фотографии, взятное с моего любимого сайта. Вы переносите это правило вообще писателей, которые предлагают писать о необычных вещах, необычных для них среде. Например, установить рояль в кустах, перенести туфли в клумбу. Следующий. Ну, поскольку связано с фэшн ритейл, у меня пример сейчас связанный с обувью, с книгами, со всем чем угодно. А снять туфли на полке – это просто, это их естественная среда. Ваш покупатель видит их в таком виде в 90% случаев. Остальные 10 – это он их видит в журналах и прочих съемках на ногах. Поставьте предмет в необычную для него вещь. Это вызывает у человека как минимум интерес. Следующий слайд. Говоря о том, что откажитесь от макетов для соцсети, я привожу пример иностранных фитнес-клубов. Я вам приводила наш, и сейчас перед вами иностранный. На этих макетах мы можем видеть следующее. Фото спортзала, на котором написано «Скажи нет, ланчу за столом рабочим» и «Начни в понедельник», условно говоря, «Правильно». В чем разница с предыдущим примером, который я демонстрировала на работе нашего фитнес-клуба? Нет, лого. Нет, кроме лого. Но это мотивирует. Здесь нет, поцелы. Это мотивирует. Следующий слайд. Call to action в Инстаграме интегрирован в фотографию. То, чем вы завершаете каждый ваш рекламный пост, и должны в идеале завершать, позывом к покупке, на языке Инстаграм должен быть интегрирован и переведен на язык фотографии. Поэтому эти фотографии, они имеют шансы быть перепощенными. Оставив свой логотип, вы остаетесь надолго в аккаунтах ваших пользователей. Следующий момент, о котором я не говорю в презентации, это можно запретить коллажи. К сожалению, этим инструментом часто пользуются и бестолково. Коллажи работает в одном случае. Если вы представляете, например, парад звезд в вашей одежде, и вы ставите вместе три звезды, например. Если вы хотите показать интерьер, или, боже упаси, несколько продуктов на одной фотографии, сделайте, пожалуйста, несколько постов. Не заставляйте человека пытаться растянуть экран телефона, который в Инстаграме не растягивается. Это раздражает пользователей. Очень часто мы, как люди продвинутые, употребляем английский язык. Это опасная дорожка. Сложные для цитирования и понимания фразы, мотивирующие вас к успеху, быть лучше, ведь все хотят быть лучше, они не остаются в голове у человека. Мы мыслим и говорим по-русски. Постарайтесь перевести ваш контент максимально на русский язык. Даже для аудитории, которая совершает покупки в интернете. Save your time and shop online — это сложное для восприятия славянским человеком. Напишите проще. Купи в интернете. Если английский вариант может быть интерпретирован по-разному, то с русским вы точно не ошибетесь. Не делайте движения, в которых вы не уверены. Предлагайте конкретное решение. Если мы вспомним пример Good Vine и Whole Foods. Good Vine просто демонстрирует разломанный желтый сыр на желтой доске. Whole Foods демонстрирует, что с этим сыром можно сделать. Не все из нас умеют готовить, но каждый хочет научиться делать что-то легко, просто и вкусно дома. Станьте гидом для своих покупателей. Станьте экспертом в своей области. Следующий слайд. Продавайте образ жизни. Это самое главное, к чему стремится весь ваш Инстаграм-контент. Это прототип, как мы знаем, главного редактора Book USA, который говорит, что все хотят быть, как мы. Сделайте так, чтобы все хотели быть, как вы. А если вы продаете в сфере услуг, скажем, вы в фитнес-клуб продаете в сфере услуг персональные тренировки. Это, скажем, не уникальный продукт. Каждый фитнес-зал предлагает это. Сделайте так, чтобы именно в вашем зале вы предлагали стиль жизни. Можно следующий? Все, подписываем. Ладно. Закончим. Мне хватит для слов. Также. Чем мы пользуемся еще в Инстаграме, кроме фотографий? Наш текст. Идеальный текст для Инстаграма короткий. Он состоит из одного или двух предложений. Если мы переносим побуждение на картинку, мы можем от него отказаться или только поддержать его текстом. Не стесняйтесь использовать эмоджи. Не для этого их столько наделали в ваших прекрасных айфонах, чтобы вы боялись поставить лишний смайлик или проиллюстрировать действие, которое совершит человек. Хэштеги. Вообще смысл хэштегов, будем честны, потерян. С появлением русских хэштегов, которые пишут «Мы с девчонками на кофе». Все к нам в субботу. Если вы перейдете к этому хэштегу, вы найдете два поста. Вообще изначально инструмент создан для навигации, для поиска. Англоязычные теги уводят вас в море постов. Они практически бесполезны, если вы продаете еду, йогурты, водку без друга. По слову «водка» вы найдете два миллиона постов, и вряд ли ваша целевая аудитория найдет вас по этому слову, если вы поставите ее в тег. Введите свои. Например, вы ресторан, который демонстрирует еду, которую может есть человек. Введите внутренние теги, которые обреживают навигацию по аккаунту. Например, вы постите периодически фотографии завтраков. Добавьте к каждому из них хэштег «название заведения завтраки». И пишите в конце каждого поста, что по этому тегу вы можете посмотреть все предложения. Например, в магазине одежды, который периодически фотографирует луки, туфли, образы на клиентах, какие-то натюрморты. Подведите под каждую из рубрик отдельный хэштег, чтобы если человек пришел к вам купить туфли, он мог просто зайти на вашу страницу и отсортировать себе все туфли именно из вашего магазина. Поэтому просто тег «туфли» не сработает. А туфли, хэштег, название бренда сработает в вашем случае. Кроме того, есть поиск, которым часто пользуются в сфере девушки, которые покупают в Инстаграм. Купить и купить онлайн. Это большой отдельный сегмент ритейла, который должен быть поддержан и также вашим клиент-сервис. А если вы работаете и нацелены на продажи через Инстаграм, если это не просто канал оповещения, а ваш механизм продаж, и вы намереваетесь продавать товары посредством демонстрации в Инстаграм, вы должны убедиться, что каждый человек может свободно вам написать или позвонить. Каждый этот звонок будет отвечен. И удовлетворены все требования клиента. Не вязывайтесь в дело, если вы не уверены в том, что вы сможете обеспечить полное покрытие вороны к продаж. Потому что если вы делаете классный Инстаграм, а на той стороне провода никто не отвечает на вопросы, сколько это стоит, и как долго это будет доставляться в мой город, то нет смысла в качественном контенте Инстаграма. На чем основывается промоушен страниц? На том, что сначала вы понимаете свою аудиторию. Во-первых, это женская. Мужчины не совершают покупок в Инстаграм. Они читают. Они подписаны даже на какие-то бренды, которые их интересуют. Но от момента, увидел в Инстаграм, совершил покупку, логическая связь не работает у человека. Письмо, контент, который направлен на мужчин, на мужскую аудиторию, должен быть направлен на женщин. На женщин, которые совершают покупки для своих мужчин. Определившись с аудиторией, определите время и качество вашей работы. Инстаграм живет по часам. Наиболее активные часы первые — это утренний промежуток времени с 9 до 11. А я сейчас оперирую цифрами, которые приводят американские исследования, просто переложенными на наши временные часовые пояса. Я не проводила аналитических исследований, поэтому просто принимаю их на веру. Это первый временной сегмент. Второй — это ланч-тайм, который в Украине начинается с 12.30 до 3. И следующий — это момент вечера. 6-8 и 11-12 часов. Почему Инстаграм должен работать 11-12 часов? Потому что очень много людей, живущих в больших городах, перед сном читая Инстаграм. И, может быть, конечно, у вас закончился рабочий день, но эффект от этого поста, например, в разы превышает эффект от того, что вы постите в ланч-тайм, тогда, когда ваш рабочий день еще официален. Вы сформировали свою целевую аудиторию, вы должны найти места, где она находится. Женская целевая аудитория очень любит комьюнити, где девушки демонстрируют себя. Обычно они начинаются со слов «Top girls of Odessa, Kyiv, anything else». А это не смешно. А комьюнити, в которых 20 тысяч подписчиков, из которых 6 из них обладают высокой покупательской способностью, не должны вызывать у вас смех, а желание понять, что в головах у этих людей и как их заинтересовать. А Инстаграм смешная сеть. Мы все знаем, что больше всего лайков собирают фотографии в купальниках и прочее. Мы должны использовать это себе на пользу. Познакомьтесь с комьюнити. Все они мечтают монетизировать свои достижения. Для этого они их истроили несколько лет, чтобы потом в будущем иметь возможность создавать вам свой рекламный пост. И это не страшно. И это работает. Следующий момент — это опинин-лидеры. Опинин-лидеры, они сложны в общении. С ними сложно найти общий язык. Если вы научились работать с прессой и установили с ними контакты, будьте готовы, что здесь сложнее в два раза. Человек, который создал свой аккаунт и набрал определенную аудиторию, считает себя Богом. Это все, что у него есть. В прессе есть площадка для самовыражения. У него есть только его страница. Дайте человеку то, что он хочет. Пусть он почувствует себя действительно звездой, любимым клиентом, единственным, который интересует вас. Потому что он может не заходить монетизировать свой Инстаграм и сказать, что я не пащу рекламу. Да вы что? Зачем мне это? Мне это неинтересно. Я же звезда. Покажите звезде, как она действительно для вас важна. Часто очень большинство бизнесов поддерживаются фотостудиями. Они снимают все свои продукты для каталогов, для рекламы, для какого-то маркетинга. Ну, любых маркетинговых проявлений. Избежите, пожалуйста, этого в работе с Инстаграмом. Инстаграм – быстрая социальная сеть. Снимайте на телефон. Во-первых, не пескубитесь на телефон с хорошей камерой, потому что это всегда видно. Видно, когда снято на замыленные желтые кадры. Это первое. И второе. Так же, как у вас есть какой-то денежный оборот в ходу, который вы постоянно пользуетесь, точно так же должна быть высокая ликвидность фотографий в Инстаграм. Отснять, выбрать фотографии, обработать этот длительный процесс. Поэтому достаточно долго он занимает даже у диджитал-изданий. Это момент от начала съемки до ее выхода в сеть. Выберите свои любимые фоторедакторы, сформулируйте то, каким образом вы хотите видеть все фотографии. Лучше, чтобы они были однородными. И вперед. Работайте. По Инстаграму у меня все. Не могу послушать вопросы. Есть ли смысл вводить какие-то свои хэштеги? Есть смысл вводить свои хэштеги. Для какой цели? Сразу задавайте свои вопросы. Если мы хотим что-то делать, какова цель? То есть, если офисер онлайн хочет придумать тег, которым он будет обозначать, например... Не, я сейчас имею в виду не какой-то адресни, а личного человека. Если вы, например, вы фотограф, вы ведете Инстаграм красивых фотографий из своих путешествий. В этих путешествиях вы снимаете двери. Это ваш пункт и фетиш. Вы можете ввести тег, по которому вы снимаете ваши двери, тег, по которому вы снимаете вашу еду. И при желании демонстрировать аудитории, что вот сегодня я приготовила на ужин это, а все остальное вы можете посмотреть по вот этому тегу. Но это то, о чем я говорила. Можно вопрос? Да. Я видела, что на Белогрос они сейчас стали делать тосты из-за каких-то определенных локаций. То есть, как правило, какой-то модный ресторан, и они гостят мне отыграют из ресторана, а там те же свои вкусные сумки. Я уже не отвечаю за работу по-другому вопросу. Я хотела у тебя уточнить. Есть такой метод промоушена, кто чекинится в ресторанах и прочем. Наша целевая аудитория девушки, которые дальше по геотегу находят тех, кто еще там побывал. Таким очень часто методом пользуются разные онлайн-магазины, которые предлагают свои товары к продаже через Инстаграм. Невелика аудитория и небольшая эффективность этого инструмента. Кроме того, она снижает ваш престиж в глазах пользователей и читателей аккаунта, потому что, если вы пишете от лица магазина, вы должны быть зачекинены в своем магазине. Какие есть коммерческие способы продвижения в Инстаграме? Коммерческие способы, в смысле оплатные? Да, 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 оплатные. Вы закрываете свой аккаунт. Например, вы маленький бизнес, который хочет стартовать не с нуля и закрывать раскручивать свой аккаунт с какой-то там аудиторией. Вы понимаете, что вы будете работать, например, в городе Львов и окрестности. Вы создаете фейковый аккаунт, на котором пишете, что новая авиакомпания выходит на рынок и подарит билеты всем из города Львов с сентября по ноябрь. Сделаете репост и выберете наши авиабилеты. За некоторый срок вы получаете аккаунт на 5 тысяч пользователей по вашей целевой аудитории, которая из Львова хочет улететь за границу. Потом вы переименовываете аккаунт и работаете в нужном вам формате. Большая, да, наибольшая разница в том, что в Фейсбуке вы можете платить за подъем вашего поста и он будет демонстрироваться большое количество пользователей. В Инстаграме у вас один шанс. Поэтому ваши фотографии это самый ваш главный язык, о котором вы разговариваете. Хорошо, как тогда Инстаграм регулирует количество показов, например, Фейсбук это очень жестко регулирует, у него там рейтинговость и так далее. То есть, в Инстаграме чем больше популярная фотография, тем он ее больше показывает или как? Есть какая-то фотография? Есть рекомендованные к просмотру фотографии на основе ваших интересов, которые показываются вам во второй вкладке. Но это не тот же самый инструмент, который есть в Фейсбуке. И самое главное, что нужно помнить, не равнять, не равнять эти две сети и не забыть то, что вы знали о Фейсбуке, но смотреть на это другими глазами. Это как русский или тайский язык. Поэтому, если вы хотите увеличить просмотр вашего поста, он достигается только репостом в комьюнити или среди оппонент-лидеров. У меня вопрос. А вы можете, пожалуйста, пример привести или, как сказали, нужно рассказать оппонент-лидеру? Как бы ему важно? Вот примерочка, пожалуйста. Пример, каким языком говорится оппонент-лидер? Ну да, вот, допустим, у вас есть, я не знаю, продаете, ну, грубо говоря, там, на самом деле, женские проводы, ну, очень много проставов, можете свой пример привести, да, и вот хотели бы начните с того, что сделайте человеку подарок, но при этом не просите ничего взамен. Не нужно писать, я, по-моему, пришла на сейчас две пары колготок, а вы, пожалуйста, сделайте чеки в нашем магазине, выложите в Инстаграм и на Фейсбук фотографии или пост нашего конкурса. Очень много, ну, мне, я сама очень много пишу брендов на эту тему, я никогда этого не делала, потому что я, в принципе, могу это все себе позволить. Сделайте просто подарок и скажите нам, потом вернитесь к этому подарку и спросите, понравилось или не понравилось, и что? Хотите либо продолжать с нами сотрудничество, может быть, вы хотите сфотографироваться или прийти к нам в гости, познакомьтесь с человеком, если он живет с вами в одном городе, и когда вы говорите даже по телефону, вы остаетесь просто девушкой в телефоне, которая чего-то хочет, абстрактно непонятно, придите на встречу, не поленитесь, если вам действительно интересно, сформируйте 10 человек, с которыми вы будете работать, не распыляйтесь на там всех пользователей, у которых там больше 25 тысяч подписчиков. Пусть их будет 10, но те, которые будут станут вашей лояльной аудиторией и будут поддерживать в дальнейшем ваш бренд бесплатно. По поводу языка, спросить, что делать, если число фоллоер, 30% это заграничное, и 70% это высококомолящее, зеркальный делать перевод, но это не всегда. Какое, что продаете? Белье, уйдеваемый. И доставляете за границу? Да. И разные коллекции бывают, то есть если это конференция, то одна коллекция, если у меня другая коллекция, из Украины третья коллекция. Пишите разные посты под разные аудитории на разном языке, не смешивайте. Спасибо. А это что? Раньше у Гивэвэя всякие конкурсы для привлечения аудитории? Что еще? А Гивэвэй работает, если у вас уже большая аудитория. Если вы маленький аккаунт, который всегда ждут с конкурса, и вы думаете, что он прогремит, то будьте готовы к тому, что ваш подарок будет подарен человеку, который собрал 17 лайков. Только к тому моменту, когда вы уже достигли чего-то, тогда вы начинаете промоутировать конкурсы. А сейчас мы говорим, в основном я хотела бы говорить о контентном наполнении для малого, среднего бизнеса, локального, сосредоточенного на Украине. Пожалуйста. Есть ли какое-то оптимальное количество знаков в Польске? То есть не длинный, не короткий? Один по предложениям. Следите за чистотой речи. Смотрите за то, чтобы везде стояли ваши координаты. В Инстаграме можно поставить только одну активную ссылку в профиле. Пусть она будет самоработающая. Если у вас есть, например, сайт компании, сайт интернет-магазина, прочие профили в социальных сетях, оставьте ту, на которой наибольшие вы собираете эффекты. Если это Фейсбук, который продает, поставьте Фейсбук в Инстаграм. Если это интернет-магазин, который вы промоутируете, поставите туда интернет-магазин. Пишите в каждом посте отдельно. Вы можете нас найти по такому-то адресу. Вы можете нам позвонить по этому телефону. Вы можете найти активную ссылку в профиле. Для этого посты не пишутся в теле Инстаграма. Он не позволяет ставить абзацы. Не ленитесь набирать все ваши тексты в заметках и разделять на текстовые блоги. Два предложения, которые связаны с тем, что человек видит на картинке. И дальше ваши координаты. Если вам можно поставить много тегов, уберите их в первый комментарий. Не засоряйте человеку ленту и не давайте увидеть огромный забор текста. Это разрушает. Еще можно вопрос. Перед этим ленту я рассказал, что в Фейсбуке должно быть соотношение 70% развлекательный контент и 30% рекламы по Инстаграме, в котором вы делаете. И должен ли быть развлекательный или познавательный контент, например, на странице бренда? Продавайте свой стиль жизни. Например, вы в мороженое, которое ходите, начали делать дома на кухне мороженое и мечтаете перерасти в большую компанию, которая станет покрывать потребности одного города, а потом и всей Украине. Превратите ваш продукт в развлекательный контент. Говоря языком фотографии, фотографируйте мороженое на тех местах, где любят бывать киевляне. Обычный, абсолютно простой пост мороженое на вытянутой руке в разных местах города. Это развлекательный контент или контент-продукт? Еще. Пожалуйста. Я с постановленная в большинстве проектов после пост с Инстаграма на Трисбуке. У вас даже отрицательные коммуникации в Украине в большинстве продуктов я считаю, что даже не только бренд, но и человек. Это два разных аккаунта, и они должны быть посвящены разному. Потому что где нужно полайкать подружку? На Фейсбуке или в Инстаграме? Там и дамы из вежливости. Не будет ли это тумач, например? Это вопрос, который ты себе задаешь в течение дня. Видела ли я его уже там? Я против репосты, если что. Все, я закончила. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ